Прямой эфир на канале Россия 1 продолжает программа Вести Хакасия в студии Анна Ахпашева. Здравствуйте! И прямо сейчас оперативно о главном. Достоверно обо всем. Больной вопрос. В вершине тёй жители не могут получить необходимую медицинскую помощь. Международный наркотрафик. 600 граммов таджикского героина для Хакасии изъяли у курьера в Москве. Борьба за полноценную жизнь продолжается. Спортсмен из Абакана Дима Туниеков идёт на поправку. Больше полугода работники черногорского комбината ИСКОШ не получают зарплату. Сегодня проблемы предприятия впервые обсудили на республиканском уровне. В арбитражном суде подтверждена задолженность в 9,5 миллионов рублей. Но денег по исполнительным листам люди не получили. Они обращались во всевозможные инстанции. В городскую прокуратуру и к мэру Черногорска. К полпреду президента. К уполномоченному по правам человека. Безрезультатно. На предприятии меняются вывески и конкурсные управляющие. 13 марта закрылся Черногорский ИСКОШ-регенерат. Людей уволили, расчёт не выдали. И приняли в новую контору «Экопромпуть». И тоже не платят зарплату. Работники в отчаянии. С октября месяца 2012 года. И уже сейчас у нас апрель, май уже кончается. Мы ничего ещё не получаем. И находимся в очень тяжёлом состоянии сейчас. Мы уже не пряники перебираем. Всё-таки работаем. А нам только сказки венского леса. Рассказывают завтра, послезавтра. Приедет барин и рассудит. Единственное, что мы хотим, чтобы выплатили нам заработанные деньги, других мы не просим, и по ЧИРу, и по «Экопромпуть». Рассмотрев обращение работников ИСКОЖа, депутаты Верховного Совета поручили прокурору республики разобраться в ситуации с невыплатой зарплаты работникам предприятия. Главным политическим событием сегодняшней сессии стал отчёт Виктора Зимина перед депутатами о работе правительства. Хакасия стабильно развивается. За последние четыре года республика поднялась в рейтинге по основным социально-экономическим показателям. Из зала заседания Ольга Стельмах. Отчёт Виктора Зимина для депутатов не стал открытием. То, что республика сегодня активно развивается в социально-экономическом плане, далеко не новость. Однако, какими темпами, даже не в простой 2012 год, цифры приятно удивили. По итогам работы за прошедший год Хакасия получила высокую оценку правительства России и вышла на 12-е место среди 83 регионов страны. У нас хорошая рождаемость, прирост инвестиций, валового регионального продукта. По ряду показателей Хакасия сегодня в числе лучших по России. Хакасия укрепила свои позиции. Это показатель уже международного уровня, как кредитоспособного региона со стабильной экономикой. Международный рейтинг агентства ФИЧ повысило кредитные рейтинги Хакасии, отметив, что рост капитальных расходов на развитие инфраструктуры есть, благоустройство и государственную поддержку различных отраслей экономики. Работу правительства Хакасии оценил федеральный центр. За 4 года Москва направила в республику без малого 25 миллиардов рублей. Этому успеху исполнительной власти отдали должное все фракции. Правительство Хакасии реализовало потенциал московской поддержки. Оно довело его, если не ошибаюсь, миллиарда 300 до 5 с лишним миллиардов. Это здорово, это хорошо. Оно заемные средства стало использовать активно. Но, конечно, есть реальные достижения, есть реальные успехи, есть неплохие планы на будущее, вдохновляющие даже планы. За счет федеральных денег наш регион решил ряд проблем, в том числе и в здравоохранении. Это сдача нового корпуса республиканской больницы, его строительство не могли завершить 20 лет, и открытие современного гемодиализного центра, который полностью снял потребность в жизненно необходимой процедуре. На очереди здания терапии перинатальный центр. Этот момент особенно подчеркнули депутаты-медики. Открываются новые здравпункты, ФАПы. Это, без сомнения, положительный момент. Очень хорошо, что выросла зарплата у медицинских работников. Это, без сомнения, достижение. Ну и, наконец, оснащение новыми аппаратами, новыми методиками, приобретение новых медикаментов, которые у нас появились, это тоже большое очень достижение. Еще один показатель, который держит сегодня Хакасию в числе лидеров, отметил Виктор Зимин – развитие малого и среднего бизнеса. Господдержка и правительственные гранты дают свои плоды. Республика в пятерке лучших по России. Так же, как и по приросту валового регионального продукта. ВРП от бизнеса за 4 года вырос в 3 раза. Сегодня он 67 миллиардов рублей. Бизнес стал больше отчислять и в казну. Сумма налогов увеличилась в 2 раза. Тенденция развития малого и среднего бизнеса – это правильная. Потому что надо уходить от моногородов, которые есть, большие гиганты, которые очень сильно влияют на мировую экономику. Мы про это говорим всегда. Развитие малого и среднего бизнеса. Вот хороший пример – это город Абакан. Здесь нет городопродушивших предприятий. Виктор Зимин отметил, Хакасия еще несколько лет назад с бюджетом в 2 раза ниже. Сегодняшнего не могла и мечтать о реализации столь крупного проекта, как Абакана-Черногорская агломерация. Однако республика – одна из пяти субъектов по России – получила поддержку центра. В результате уже открыты новые предприятия. В Черногорске идет строительство нового энергоблока Абаканской ТЭЦ. У нашего региона, подчеркнул Виктор Зимин, хорошие шансы и на дальнейшее развитие. Раньше мы были где-то во второй половине регионов из 83-х. То есть это был 60-й, 70-й уровень и место Хакасии по различным показателям. Сегодня это примерно 25-е, 5-е, 15-е место. То есть мы переместились ближе к тем показателям лучших регионов Российской Федерации, которые обеспечивают рост своей социальной базы и экономики. Это все отрадно. Работа правительства стала намного прозрачнее за вот эти 4 года. Те расходы, которые осуществляются на социальную сферу, потому что, прежде всего, конечно, у нас основные расходы составляют социальные расходы, они значительно увеличиваются. Правительство видит на сегодняшний день те проблемы, которые есть у нас, в том числе и в бюджетной сфере. Отчет временно исполняющего обязанности главы республики Виктора Зимина парламент принял. Между тем, свою оценку работе правительства дали и жители Хакасии. По последним данным, значит, наш регион занимает вроде бы 12-е место по социально-экономическому положению в стране Российской Федерации. Это уже достижение. Ну, наш глава правительства, ИО, как говорят, ну, старается, выбивает деньги федеральные на нашу республику. Ну, за последние годы, конечно, Хакасия изменилась, естественно, и в лучшую сторону. Нам в рамках бесплатной программы, вот 10-я школа, сейчас мы ходили бесплатно, нам всей школе обработали зубы ребятишкам полностью, да, покрыли там каким-то составом. То есть и легче стало и на прием ряде, электронная регистратура. То есть я, как мама с тремя детьми, я вот это оцениваю. Как работают специалисты, в смысле врачи, даже намного стали человечнее к людям относиться. В принципе, наверное, это из-за того, что им как-то, может быть, у них и социальные гарантии лучше стали, и условия работы, и зарплата. Ольга Стильмах, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Жители Хакасии просят сообщать о случаях гибели птиц. Эти меры превентивны, чтобы избежать распространения птичьего гриппа. На территории Китая зафиксированы вспышки штамма данного вируса. Там уже погибли люди. А благодаря особенностям ведения бизнеса на мелких птицеводческих хозяйствах Поднебесной, вирус легко передается от домашней птицы, дико перелетной птицы. В настоящее время Россельхознадзор в Хакасии и Туве усиленно мониторит территории в целях выявления павшей птицы. Проводится также отбор биологических проб. В случае обнаружения погибших пернатых следует незамедлительно звонить в управление по телефону, который видите сейчас на экране. В поселке Вершина Тёй жители не могут получить необходимой медицинской помощи. Чтобы сделать, к примеру, элементарный анализ крови или рентген, они вынуждены добираться до районной больницы в Аскиз за 100 километров. Почему модернизация здравоохранения обошла таежный поселок стороной, узнала Юлия Константинова. Даже не предполагала Ольга Куликова, что с переездом в Вершину Тёй возникнет столько проблем. Рассказывает, рожать в начале июля, но до сих пор нет определенности, в каком именно роддоме. Здесь нет никакого ни оборудования, ни специалистов путем. Докуда довезут, там уже видно будет, не знаю, в Аскиз. Самое ближайшее. Страшно. По решению экспертной комиссии, родильное отделение закрылось больше четырех лет назад. В то время Геннадий Топоев был главврачом Москейской ЦРБ. Под его руководством Вершина Тёйская больница стала структурным подразделением районной. Допустим, сложные роды, нужен анастезиолог, нужен неанатолог, а их нет. Специалисты предусматриваются на количество населения, а койка предусматривается также на количество населения. Требования федеральные, мера вынужденная. Невозможно сегодня обеспечить каждую участковую больницу кадрами и современным оборудованием. Однако такой математический подход зачастую приводит к результатам плачевным. В середине 80-х Вершина Тёйская считалась больницей передового опыта на 140 коек, на 200 посещений. Здесь работало 18 врачей. Сейчас осталось всего пять. Сократился штат, закрыто большинство отделений, а полмесяца назад даже рентген-кабинет. Сломаешь ногу, ехать в Аскиз, дорога отвратительная, а если пенсионер нету денег. И вот у нас наркозный аппарат стоит уже, наверное, года три. Нет в Аскизе денег, чтобы вызвать медтехника и собрать нам наркозный аппарат. На ремонт санитарного транспорта почти год у больницы не было денег. А сейчас приходится решать проблемы местной скорой. Талоны на бензин для неё выдают в Аскизе и заправляют только там. Приходилось нам бензин даже и жидкий возить оттуда. У нас у мэра есть, ну именно есть у него договор, именно с нашей заправкой, которая находится в посёлке. То есть он заправляется здесь. Мы привозим вот эти талоны, он их меняет на свои талоны, те, которые в нашей посёлке. И мы заправляемся сейчас в нашей этой, да. Договорённость личная, хотя учреждение государственное. Впрочем, мыслить по-государственному в отношении вершины Тюйской больницы республиканские власти уже начали, пообещав выделить деньги на ремонт 174 миллиона. Ведь в посёлок с развитием спортивной базы будут приезжать болельщики, ведущие лыжники и тренеры страны. Первый транш 50 миллионов должен был поступить в первом квартале этого года, пока денег нет. Даже на лабораторию по забору крови, чтобы тем же беременным по несколько раз в месяц не приходилось ездить сдавать анализы в Аскиз за 100 километров. Меня возит муж на машине, а кто-то же ездит на газели, она же трясётся очень. У меня вот знакомая ездила, говорит, я приехала, думала, у меня всё выпадет. Юлия Константина, Владислав Пустовой, 2 стиха Касси. Дима Туниеков, травмированный спортсмен из Абакана, постепенно идёт на поправку. Деньги на лечение за границей парню собирала вся республика. Сегодня прогноз врачей самый оптимистичный. Операция в Германии прошла успешно, уже пройден курс реабилитации в Европе. Сегодня Дима дома. До полного выздоровления ещё, конечно, далеко. И родные надеются на дальнейшую поддержку неравнодушных людей. Я хотела сказать спасибо огромное всем людям, кто помог нам собрать нужную сумму. Благодаря вашей помощи Дима сейчас такой, каким вы его сейчас видите. В тяжёлую минуту поддержали Дмитрия Туниекова, ученика национальной гимназии, чемпиона Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди юниоров, люди из разных уголков республики. Значительную финансовую помощь оказали Виктор Зимин и Столбек Мешаков. Собранных миллионов хватило, чтобы в Германии сделать серьёзнейшую многочасовую операцию. Уменили третий, четвёртый, пятый позвонок, с его тазобедренной кости взяли кости. Нам врач как бы сказал, он попал в 1% тех пациентов, которые возвращаются к нормальной жизни. Достиг некоторых успехов, начал больше двигаться, сидеть без воротника и ноги двигаться, стоять. По словам мамы Дмитрия, улучшения стали заметны буквально на следующий день после операции. Затем два курса реабилитации в Германии и Словакии. Все этапы на пути к выздоровлению школьник и его мама снимали на видеокамеру. Пребывание в Европе помимо лечения принесло ещё массу плюсов. Парень научился понимать немецкий и словацкий. И даже планирует в будущем связать свою профессию с языками. Но, говорит, сначала нужно полностью выздороветь и закончить школу. Кстати, одноклассники Дмитрия всегда желанные гости в доме Туниековых. Сейчас они к экзаменам готовятся некогда. Не так часто, но тем не менее приходят, не забывают, навещают. Не планируют в будущем забывать Дима и о вольной борьбе, но на уровне хобби. Спортом, правда, пока в качестве реабилитации, занимается парень и сегодня дома. Из Европы привезли тренажёры для рук, уже в Хакасии купили велотренажёр. Развиваю ноги, пытаюсь сам, чтобы потом в дальнейшем было легче. В июле Дмитрию предстоит поездка в реабилитационный центр в Словакию. Результатом может стать избавление от инвалидной коляски. Средств, конечно, потребуется меньше, чем на операцию, но сумма всё равно для семейного бюджета неподъёмная. Только по минимальным подсчётам около полутора миллионов рублей. Хотя на деле может оказаться гораздо больше. Все, кто в силах помочь Диме выздороветь, могут связаться с его мамой по телефону, который вы видите сейчас на экране, или позвонить к нам в редакцию. Вести Хакасия по номеру 22-72-82. Почти килограмм героина в рамках одного уголовного дела, изъят наркополицейскими Хакасии. Операция началась в январе этого года с задержания этнической группировки наркозбытчиков, распространявших героин из Таджикистана в сибирских городах. Тогда у активных участников группы в Красноярске и Абакане было изъято более 300 граммов зелия. На свободе оставалась только курьер, 36-летняя женщина, гражданка Таджикистана, доставлявшая крупные партии героина. Очередной груз она должна была привезти на авиарейсе в середине мая. Об этом стало известно наркополицейским Хакасии. В Москве с помощью столичных коллег они задержали наркокурьершу. Для перевозки она незадолго до этого проглотила почти 600 граммов упакованного героина. А в Алтайском районе суд вынес приговор женщине, которая незаконно обналичила материнский капитал. В июле прошлого года обвиняемая в мошенничестве приобрела квартиру, которую тут же продала знакомой, которая предоставила все необходимые документы. Другого жилья приобретено не было, а деньги были потрачены на бытовую технику и личные нужды. Обе женщины признаны виновными в мошенничестве и получили по 6 месяцев лишения свободы условно без штрафа. И сегодня же утром на дороге Абакан-Минусинск произошла попытка ограбления машины ГИБДД. Нападавших было несколько. По предварительной версии, злоумышленники хотели похитить драгостоящее оборудование, находящееся в автомобиле. Но дежурный сотрудник не позволил им этого сделать. Личности нападавших уже установлены. Все жители села Подсиние. Сегодня по народному календарю день Николы Вешнева. Хорошей приметой в этот день считался дождь. Синоптики обещают осадки и завтра. Более точный прогноз погоды смотрите далее.